Монстр In My Pocket от Konami. Довольно бесхитростная, совершенно линейная игра, где к тому же нельзя возвращаться назад. Экран не двигается. Встреть я ее сейчас впервые, наверное, прошел бы мимо, не играл. Но тогда, в 90-е, мы с братом крепко на нее запали. Мы сидели на Укеановке перед старым черно-белым телевизором «Весна». Примерно вот таким. Взятым бабушкой на прокат. И вдвоем проходили этого «Монстр In My Pocket». Или как мы тогда его называли «Монстры в моем кармане». Кажется, мы эту игру быстро одолели, хотя и не сразу. Маленький стол, телек, приставка и провода от джойстика вьются между тарелками с вишневыми варениками от бабушки. А у нас глаза горят, и мы проходим игру. Нет, все-таки разработчики Konami постарались на славу. Для NES-овской игры 92-го года графика тут отличная, динамичная музыка на высоте, а враги так и прут со всех сторон. Мы знали эту игру в двух вариантах. В одном надо было управлять Дракулой и чудовищем Франкенштейна, в другом же – Бэтменом и Флэшем. Мы тогда не видели, что «Монстр In My Pocket» сделаны в рамках одноименной франчизы, включающей в себя пластмассовые фигурки, настольную игру, комиксы и игровые карты. Замечу, что я бы этим тогда заинтересовался, особенно фигурками, которых выпустили 229 разных видов. Сюжет же видеоигры таков. Карманные уменьшившиеся монстры разделены на два лагеря – хороших и плохих. Хорошие нашли себе убежище в доме подростка Джека, который согласился, чтобы они жили у него. И вот хорошие чудовища, в частности, вампир и монстр Франкенштейна, на которых вы можете играть, сидят, смотрят телек и после рекламы видят предводителя плохих чудовищ – колдуна, ворлока. Он грозит напустить своих приспешников на добрых чудовищ, а заодно на людей, хозяев дома. Вампир и монстр Франкенштейна бросаются в бой, противостоя плохим чудовищам. Но главное – добраться до колдуна и победить его. Игра разделена на шесть уровней, первый из которых – комната Джека. За победу над каждым врагом начисляются очки, которые при сложении дают потом дополнительную жизнь. Можно собирать также пополнялки, хотя чем дальше вы продвигаетесь в игре, тем пополнялок попадается меньше. Игра гораздо проще, например, контры, потому что стреляющих вас врагов немного. Противники тут в основном сражаются в рукопашную, а траектория их движения предсказуема, равно как и поведение боссов. Единожды поняв тактику сражения с боссом, вы будете побеждать его. Разве что вот с осьминогом нам с братом было трудно. Боссы, опять же, кроме осьминога, невелики по размеру, ни на весь экран. Что несколько уменьшало тот первоначальный восторг, который мы в девяностые испытывали, доходя до босса и восклицая «Босс, босс, вали его!». В конце игры будет сюрприз, но до него надо еще добраться, равно как до последнего босса. А разработчики для усложнения задачи пошли испытанным путем. В последний уровень они засунули снова всех боссов из игры, одного за другим, да еще и не дают пополнялок между сражениями с ними. Вот это подлянка так подлянка. Игры, где вы путешествуете уменьшенным, в вдруг ставшем огромном мире, всегда казались мне не такими интересными, как полноразмерные. И вот все эти уровни, где надо прыгать среди огромных чашек и кастрюль, не вызывают у меня воодушевления. А тут почти вся игра такая. Однако она получилась столь драйвовой, что я перестал обращать внимание на обстановку и целиком погрузился в прохождение. Что еще сказать? Пройдите ее сами. А я вспомню, в какие еще игры мы рубились с братом перед тарелкой с бабушкиными вишневыми варениками. До новых встреч в передаче ТУРБО! Субтитры сделал DimaTorzok